Следующий вопрос. У Вас видео еще много, где я сталкиваюсь с некоторыми ограничениями по молитве за других людей. Откуда это? Мне не составляет какого-то сверхтруда помянуть, тем более по листочку, человек 100, с которым я регулярно общаюсь. При этом, мне кажется, тут, конечно, я могу фантазировать, что это некоторый акт любви по отношению к ним. Раньше поминал человек 300, на это уходит всего-то минут 15, мне не трудно, а им, может, это как-то и поможет. Столкнулся с Вашими предостережениями на этот счет, стал себя ограничивать только самыми близкими, за упокой стараясь поминать всех родственников и всех, кого знал лично. Раньше поминал и любимых писателей, спортсменов, музыкантов. Но руководствуясь сейчас только услышанными ограничениями, а сам не понимаю, к чему они. Что плохого в этом? Читал в житиях первых святых, как они молились на языческих кладбищах. Им с того света говорили, что такая молитва, как стакан прохладной воды, то есть как-то помогала. Так почему бы не помочь? Я понимаю, что моя молитва – это ерунда совсем, но все-таки хоть как-то посильно. Что значит, имеешь дерзновение за них молиться? Я имею дерзновение упросить у Господа, чтобы Он помог мне суп вкусно сварить или чтобы я не опоздал куда-то, и Бог помогает. А тут я за спасение души другого человека прошу – дело куда более благочестивое и нужное. Я слышал про одного батюшку, который записывал себе в толстую книжку имена всех, кого Он отпевал когда-либо или поминал когда-либо. Вот где Он услышит, помолит за какого-нибудь умершего – обязательно себе туда. У Него был безразмерного масштаба поминник. Он изо всех молился, 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 молился. Нес такой молитвенный подвиг. Это тоже имеет место быть. Но, понимаете, в любом случае это подвиг. Это подвиг, духовный подвиг. И это не так просто. Вот Вы говорите, что уходило это всего минут 15. Ну да, минут 15. Но это все равно подвиг. А когда речь идет о подвиге, тут все священники сразу напрягаются. Потому что, когда, скажем так, один из Твоей паствы начинает брать на себя подвиги, и какие-то там молитвенные стояния, молиться и поминать. А ты так вообще не в курсе, да? И потом это выясняется только, когда Он совсем потерял какие-то реалии и границы, и потом Его в чувства приводить. Вот поэтому говорят, что сначала благословение возьми, а потом уже бери на себя какие-то подвиги. Посоветуйся сначала с духовником со своим, а потом бери и молись, если Он тебя благословит. Потому что здесь сразу напряжение идет. Что это за подвиги такие? Особенно, если берете молиться за людей, которых Вы не знали никогда, знакомые знакомых, спортсмены, еще какие-нибудь личности, писатели, которые когда-либо жили. В общем, это дело такое. Аккуратно с этим нужно. Аккуратно. Я не знаю, как это Вам объяснить. Да и нужно ли это объяснять, тоже не знаю. Такой яркий для контраста пример. Человек начинает молиться за кого бы то ни было. За своих родных, близких, потом еще, еще, еще. И вроде бы делает благое дело. Но, понимаете, капелька по капельке, капелька по капельке у Него растет в душе незаметно в подсознании какое-то такое отношение, что Он молитвенник, Он за всех молится. И Он в Своих собственных глазах растет незаметно для Себя самого. Можно среди таких молитвенников найти человека довольно-таки несложно, который даже сам не замечает, насколько Он превознесся над всеми, считая себя таким молитвенником. И даже, знаете, вот такая у Него болезненность уже отказаться от этого. То есть, Он вычеркнуть какое-то имя своего упоминания не может. Потому что у Него такое чувство, что если Он это сделает, то это буквально как человек погиб. То есть, как я могу вычеркнуть, то есть, я как бы обязан за Него молиться. И человек приобретает какую-то болезненную зависимость от всего этого процесса. Это уже ненормально. Происходит это все очень медленно, незаметно для самого человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok